В эфире программа новости Городец ТВ в студии Дмитрий Макаров. Здравствуйте! Сегодняшний выпуск посвящен первому весеннему празднику 8 марта. И в нем будут и поздравления, и сюрпризы для наших милых женщин. Лично я считаю, что без них нам просто невозможно жить. Женщина во все времена была и остается символом жизни, красоты и вдохновения. Женщина – это все. Мужчины, как защитники отечества, наверное, все понимают, что женщины, в свою очередь, являются защитниками домашнего чага. И поэтому любые люди в погонах, несомненно, это понимают и ценят. Мы, наверное, даже должны где-то приносить извинения своим женщинам, что на них ложится время ответственности и свою работу делать, и про между делом домашнее дело, и как бы чтобы тыл наш был крепок. Сегодня вот женщины, которых в том числе и руководители, о которых мы говорим, они тоже на себе тянут этот воз. И у них есть очень много положительных вещей, которые, может быть, отличают их от мужчин. Они как-то, ну, более ответственные, что ли, более переживают за дело. Иногда, конечно, они очень эмоциональные, что бывает, тоже присутствует. И где-то надо там трезвое, скажем так, ум иметь, у них на эмоциях это происходит, это тоже присутствует. Но в основном это так те люди, которые попали в категорию руководителей, они справляются и работают не хуже мужчин, по крайней мере, точно. Поэтому от наших женщин зависит очень многое, как бы это ни громко было сказано, и наша жизнь, и наш успех, и успех наших детей. Высоты, которые им покоряются, в моем понимании, для многих мужчин они недостижимы. Труженицы, скрупулезные, ответственные люди – это в первую очередь женщины. Я заявляю об этом смело и открыто, так как являюсь руководителем коллектива, в котором более 70% являются женщины, наши любимые и дорогие. На хрупкие плечи зачастую выпадает тяжелая ноша, нести которую могут только наши русские женщины. Мужчины в основном все время проводят на работе, все свое время стараются семью содержать, и большая роль возлагается на женщин. То есть и хозяйство, и сумками, и магазины, и детей отвезти в садики, в секции, в танцы, всевозможные кружки, подготовишки – очень большая роль. И детей накормить, и, не знаю, уложить, намыть. То есть неиспоримая роль женщин. Если не женщина, я не знаю, что бы мужчины делали без них. Низкий, конечно, им поклон. Как повар я прекрасно понимаю женщин, как тяжело после основной работы. Порой бывает, приходишь домой, а у тебя, помимо твоей основной работы, еще и дома готовка, плита. Перед этим нужно сходить в магазин, купить продукты. Приготовить дома не только, чтобы просто прийти сготовить, но так это, чтобы было еще и вкусно. И я думаю, что каждой женщине после того, после готовки, хочется услышать от своего любимого человека приятные, теплые слова. Спасибо, дорогая, или просто «я тебя люблю». Я думаю, это каждой женщине будет приятно. Но вот как повар я их понимаю, прекрасно понимаю, что это такое за работа. Без них, без женщин мы не сможем справиться. Мы без них просто не сможем ни существовать, ни дышать, ничего не делать. Сами мы будем ходить грязными, голодными или есть что-то, сыр-продукты. Без них просто наша жизнь будет намного скучнее. И вообще как-то может и не быть. Поэтому мы их любим. Без них мы не справимся. Я с удовольствием от себя лично, от мужской половины нашего городецкого района с удовольствием поздравляю женщин с праздником. Я хочу сказать, что мужчины их любят, ценят, уважают и обязательно должны беречь. Повседневно, постоянно, а не только в этот праздничный день. Цветы у нас состоят, мы знаем, из лепестков. И красный лепесток от этого цветка хочется, чтобы у нее было красочное-красное платье к дню 8 марта. Зеленый, чтобы ее муж был романтиком. Оранжевый, чтобы ее муж, мужчина любимый, преподнес ей путевку. Ну, хотя бы в Сочи. Белый, чтобы дети ее всегда были рядом, любили, оберегали. И всего-всего цветочного и сказочного. Здоровья, мира и счастья вам в вашем нелегком деле женском. Я не знаю, что им пожелать. Здоровья у них будет, так как мы их любим. Остальное все мужчины должны дать своим женщинам сами. У кого мужчин нет, не расстраивайтесь, они появятся, ловлются. На каждый товар есть свой покупатель. Так что, женщины, я вам желаю всего хорошего. Главное терпения. Пусть даже мы иногда бываем не такими, как вам бы хотелось, но с вашей помощью мы сможем исправиться. Дорогие мамы, бабушки, девчонки. В этот светлый праздник хочу поздравить вас с вашим женским днем. Хочу пожелать вам самое главное – здоровья. Будет здоровье, все остальное приложится. И еще оставайтесь всегда такими же красивыми. Дарите нам свою улыбку, свое тепло и свою любовь. С праздником вас! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова